Космический аппарат «Розета» продолжает приближаться к комете Чурюмова-Герасименко, которую исследовал в течение двух последних лет. В пятницу произойдёт его запланированное столкновение с астрономическим объектом. Так завершится 12-летняя миссия зонда Европейского космического агентства. Спуск аппарата спланирован таким образом, чтобы учёные смогли почерпнуть как можно больше сведений о комете. Он приблизится к области Маат, где находятся впадины. В них, по мнению исследователей, происходят очень важные процессы. «Эти стометровые впадины на поверхности дадут важные сведения об активности кометы. Мы сможем увидеть и стенки этих впадин, чтобы узнать, из чего формировалась комета. Это фантастический кладезь знаний, которые мы получим в ближайшие дни». Розета также соберёт данные о плазме, газе и пыли. Позволит учёным узнать, как лёд превращается в газ. Кроме того, зонд будет делать снимки в высоком разрешении до тех пор, пока не разобьётся. Информация, собранная в ходе миссии, помогает исследователям лучше понять, как формировалась Земля и другие планеты. «Мы считаем, что кометы были основным механизмом доставки на Землю воды. Это то, что мы узнали с помощью розетты. Но это не исключает тот факт, что на кометах присутствуют органические соединения, такие как аминокислота и глицин. Они также могли попасть на Землю с помощью комет». Зонд Розетта был запущен в марте 2004 года. Он стал первым в мире аппаратом, который вышел на орбиту кометы. Кроме того, в рамках его миссии была совершена первая в мире мягкая посадка спускаемого аппарата на поверхность кометы. Эту задачу выполнил модуль Филы.